Доктор, здравствуйте. Привет. Слушай, тут же такая тема. Говорят, ты фанат группы «Лимбийский», да? Это да. И даже один раз пытался пробраться на их концерт в Петербурге. Да, и практически дошел до туда. И там еще Оксимирон же, да? Оксимирон, да. В Питере, на Васильском острове они выступали. Ну, и ты решил съездить на этот концерт, да? Ну, еще раз расскажу вам один пример, который не стоит повторять. Это он из моей алкогольной практики, чтобы ее вам передать, в принципе-то. Как-то раз я поехал на «Лимбийский» Таксимирон в Петербург из Орла. Это довольно-таки в районе тысячи километров. Поехал я с друзьями, и все мы там были. Я был пьяный, в общем, пили все. Я прям с утра только... Ой, из Орла только выехали, я прям взял себе бутылку водки, и мы там всю эту дорогу тух-тух-тух. Водитель тоже был непонятно какой, в общем. Ну, не пьян, не знаю, в общем, не могу вам сказать точно. Но дело в том, что мы приезжаем туда, ссоримся со всеми, с этими... Опять начинается вся эта... Там толпа какие-то ходит фанатов «Лимбийский», я там с кем-то опять пью, с какими-то там ребятами. Тут какой-то ОМОН рядом стоит, стены этих ОМОНов стоят здоровые такие мужики, хотя тоже немаленькие. И, в общем-то, ходим гуляем туда-сюда, выпиваем с этим пацаном. Прихожу на то место, где была наша машина. Машины нет, думаю. Ну, все, ребята, приехали. Точнее, ребята уехали. Это я приехал и остался. Так что вот так вот. И все. И что делать? Денег нет. 300 или там сколько-то рублей и 400 в кармане. Я в Питере нахожусь за тысячи километров от родного дома. И от села Долбилово, в общем-то. И что такое? С какими-то там тусовался ребятами, там все в Питер, туда-сюда. Думаю, что-то впишут на квартиру, никто не вписал. Начался страшный ливень, в общем. Хобана, никого нет. Я стою вот так вот в Питере. Можно было писать картину или снимать кино, все что угодно. Я стою в Питере, на Васильевском острове. Хлещет ливень, и я один. Наедине с Питером и с этим ливнем. Вот так вот один. И они вот против меня. И где-то за горизонтом. И, в общем, где-то за горизонтом. Играет Лим Бискин. Не, он уже отыграл к тому времени. Уже отыграл. Да. И все. Я слышал, правда, что они там поигрывали чуть-чуть, что-то. Постукивали. И все. И такой, и такой, что в Питере, что делать без денег? А деньги остались там, в машине. Мои деньги остались. Мне в кармане было там рублей. Ну, вот 200, 300, 400, не знаю. А как же так? Друзья тебе-то киданули? Не знаю. Взяли, не нашли, уехали. Что, подождать не могли, что ли? Не могли. У тебя же телефон был. Был, он уже сел к тому времени. Он к тому времени сел. И, в общем, я там заночевал. Я просто шел уже тоже довольно сильно поддатый. Я прям... Дождь идет, думаю, ну, а куда? Прям лег под березу. Под березу. Вот они, березы. Береза помогает всегда русскому человеку. Я лег под березу. Подождал дождь. И стал, на следующую ночь переждал, дождливую такую. И на следующий день ходил по всему Питеру. Пытался, в общем, найти убежище ото всего. Ну, и все. Ходил, ходил. Там, слава богу, мне помогла девушка на заправке. Зарядила телефон, напоила кофе. И все. Я там потратил все последние деньги на еду. Ну, все такое. Все, везде не в кармане. И тут звонок. И звонок, в общем, у меня брат говорит, ты там, где есть. И я такой, да, вот туда. Я еду тоже туда. Так, говорит, мне вообще пофигу, как ты будешь выбираться. Будь то по такому-то адресу. Не помню, какой адрес, не могу сказать. Я, в общем, уйду, иду, думаю, где же этот адрес? Смотрю, таксист стоит. Думаю, таксист все знает. Подхожу к таксисту, говорю, слушайте, вы мне покажите направление вот этого вот адреса. Он мне смотрит такими бешенными глазами. Не бешенными, а такими просто ошалевшими глазами. Говорит, в смысле направления. Смотрите, а я пойду вот туда, прям по прямой. Вот куда у него кажется, давай пойду. Он говорит, ты откуда, ты откуда, говорит, Тродов-то вообще? Я из Орла, говорит, Питер это не Орел. Ты не дойдешь туда, там, ни за день, ни за два. Ну а что делать? На тебе 100 рублей, езжай на метро до такой-то станции, туда-сюда. Мне все объяснил. Ну что, я приехал туда, тоже подождал чуть-чуть. За мной приехали уже в тот момент, потому что мне сказали, или будет тайм, или там вообще же и как хочешь в этом Питере. А ты милость мне просить, не пробовал. Не занимался этим. А мысль не поставила? Не, вообще не было. Я бы пешком дорожил. Не, ну а если бы ты там 3-4 дня тормозился, на что бы ты жил-то? Ну разгружал бы, вагоны ходил. Ты прям бы пошел бы, сказал, дай тебе не разгрузить вагон. Ну давайте вагон разрушить здесь, сколько вам, ну там два, я человек крепкий, к физическому труду тоже привык. А если паспорт отобрали? Да и ладно, кто хоть отберет-то хоть там паспорт? Ну там, где вагоны разгружают. Ну не стал бы, ладно, подходить. Не разгружали, спиздили бы. Вот если бы тебя спиздили паспорт, что бы ты делал? Ну, новый у Орли бы получил. Так тебе же с Питера надо как-то выбраться. Ну пешком бы дошел до сюда, партизанскими тропами. Так тебе же сказали, ты оттуда не выйдешь. Я бы вышел бы отовсюду, понимаешь, что там тысячи километров, бешеные собаки. Может проще надо было на корабль на какой-нибудь устроиться кочегаром или матросом. Ну вообще бы мне пришлось из Мурманского добираться. Ну, до реки Оки, короче, вот сюда бы. Ну не знаю, может быть и так. Там, когда аккаунт, там, типа, в феврале. Все было дело-время, мне же надо было на работу, в больницу. Короче, тебе просто везет, доктор, везет очень сильно. Ну да, вообще-то я везунчик. Ты кромбозий, который тоже говорит, а хули там Москва, это кругом указатели, блядь, куда хочешь, дойдешь. Ну, тем более. Ну да, по указателям. Так что такие вот дела? Я, знаешь, что, так подумал-подумал. Тебе, доктор, машина не нужна. Пешком ходить тебе ей подарить? Нет. Пешком тебе надо ходить. Ну, я хожу, я в утром бегаю по часу. Кроссик. Потому что ты можешь дойти куда хочешь. Это точно. Да. И до кого угодно доберусь. Зачем мне твоя машина? Блядь, Дороганов, ты как скажешь что-нибудь? Зачем тебе твоя машина? Ну, зачем ты так говоришь? Я просто к тому, что, как бы, чем больше ходишь, тем больше живешь, наверное. Тем более, ты такие расстояния покрываешь. Большие. А на велосипеде еще быстрее, еще дольше проживешь. Я как-то раз, блядь, шел в Москве. Ты знаешь, откуда, блядь? С Рижского рынка до Северного Чертанова. Я заебался идти, блядь. Полдня точно куролесил там, блядь. Так я в Питере тоже потом полдня добирался от этого метро и искал этот адрес. Я тоже полдня точно шел. Наверное, на метро доехал с утра. А потом я там ходил, этот адрес вычислял. Там какие-то дома, какие-то туда-сюда. Я еще тогда столкнулся там с таким моментом, блядь. Я как-то первый раз такое видел в этих... Хотел, короче, как, ну, запрыгнуть в этот... В автобус, короче, ну, бесплатно проехать, блядь. Тебе прощемили яйца. А там, оказывается, турникеты стоят, короче. Как серого волка, блядь. Я бы лачкнулся, а там турникеты, эти вертушки. Я думаю, твою ж ты мать. Думаю, вот это вообще что-то новое. Ладно, тогда могу, что яйца живы. А то как-то без яиц ты проживешь. Да нет, блядь, я даже не просто не сунулся. Там, когда двери открылись, я сразу понял, что бесплатно в этот автобус не попадешь. А ты что думал? Я думал, как здесь залез и едь. Нет, нельзя. В то время тогда в Орле тут вообще натрали, как все гоняли бесплатно. Как бы денег даже никто не просил, блядь. Ну, в Орле. Орел, лучший город земли. Как там в песне поется? Я шагаю по Орлу, ну-ка. Сейчас вы слышите новый хит нашей группы. Доктор открывает кабинет. От желающих отбу ядет. Про меня песня. Доктор, это длинная экстрасенс. Говорят, что обожается. Обожает. Секс. Секс. Доктор, обожай секс. Это доктор суперсекс. Че-че-че. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok